Друзья, телеграм-канал Утка Геймс это тот канал, с помощью которого действительно можно заработать. Ребята ежедневно публикуют бесплатные прогнозы, а также их вип-прогнозы можно получить сразу после оплаты. То есть вы заплатите только после победы. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Так что заходите и будем зарабатывать вместе. В чемпионате России по футболу состоялся 22-й тур. Торпеда в первом матче тура победила конкурента за понижение Факел 2-0. Что примечательно, до этого клубы имели всего лишь по 2 победы. Напомню, они новички сезона, поднявшись из ФНЛ, где заняли первые два места в минувшем сезоне. В следующем матче 5-й Ахмат обыграл Урал 2-0. Урал вышел в финал Кубка России, где встретится ЦСКА. Однако подопечные Гончаренко потерпели уже третье поражение в последних четырех встречах. Бериша – автор гола, результативной передачи и желтой карточки. Самый крупный результат зафиксирован в фантастическом матче между Спартаком и Динамо, который забили 6 голов 3-3. Соболев увеличил до 51 гола количество своих голов в российской премьер-лиге. Кроме этого, на счету Александра мяч в собственные ворота и желтая карточка. Команды четвертую игру между собой завершают в ничью. 9 апреля Сочи проиграл крыльем советов 1-2. Все мячи зрители увидели во втором тайме. За хозяев 11-й раз в премьер-лиге отметился 38-летний Кристиан Набо, который молчал более 6 месяцев. ЦСКА разгромил Химки 3-0. Две единственные желтые карточки были показаны в конце игры. Армейцы не уступают с середины марта 6 матчей, среди которых 5 побед и ничья с крылышками. Второй тур подряд отметился Обляков. У него гол и пас в этом матче. Краснодар разделался с Нижним Новгородом 3-1. Краснодар забил 10 голов в последних трех турах. 20-летний Никита Кривцов сделал первый дубль в РПЛ. Локомотив в центральной игре уступил Зениту 1-2 и прервал серию из 4 побед. Таким образом, железнодорожники потерпели первое поражение в чемпионате при Галактионове. 10 апреля Оренбург принимает вторую команду Ростов. Расписание следующего тура. Крылья советов Химки, Динамо, Нижний Новгород, Сочи, Краснодар, Урал, ЦСКА, Торпеда, Спартак, Оренбург, Локомотив, Факел, Ахмат, Ростов, Зенит. Кто возглавляет список лучших бомбардиров и ассистентов? Промес, Спартак и Малком, Зенит забили по 16 мячей. Спиртсян, Краснодар, лучший ассистент, 9 пасов. Соболев имеет 8, а Глушенков 7 голевых передач. Посмотрим турниру таблицу. Зенит на 10 очков опережает Ростов, у которого игра в запасе. Спартак держится третьим 42 на очко, меньше у ЦСКА. Ниже Ахмат, Динамо, Краснодар и Оренбург. Сочи открывает вторую часть таблицы 31 очко, а Торпеда набирает 13 очков, но остается на последнем месте. Как выглядит таблица ФНЛ? Балтика 53 очка, Рубин 47 очков. Эти команды борются за повышение. Енисей и Алания имеют по 44. Велес, Уфа, Волга и Краснодар 2 находятся в зоне вылета. Ставьте класс, подписывайтесь. Как вы думаете, спасет ли Торпеда новый испанский тренер? Услышимся!